Смотри, вот он берет блок под эту руку и сразу сделает прогиб. Спортсмен ошибается, помогает наставник. Хоть не делом, но словом, эмоций и эпитетов не жалеет. Алексей Писаренко – опытный тренер, сам чемпион мира. Он уверен, на ковре боец далеко не всегда может самостоятельно оценить ситуацию и справиться с волнением. Во время схватки бывает такая ситуация, что два соперника встречаются, и ему очень тяжело какой-то провести прием. Тренеру всегда со стороны виднее, какой прием пройдет на сопернике. Поэтому стараемся всячески поддерживать воспитанников и подсказывать им, какие приемы пройдут. На чемпионате и первенстве Приморского края под дзюдо состязаются около 200 спортсменов. Треть борцов совмещают занятия дзюдо и самбо. Этот факт для борцов сыграл злую шутку. Разница в технике и правилах. Результат – поражение от спортсмена, который занимается исключительно дзюдо. Воздействия на ноги никакие нельзя. То есть руками трогать ноги нельзя. Нам неудобно, да, мы с имбистом, у нас коронные броски. Это связано с ногами. Ну, здесь неудобно. И по правилам непонятно. То есть границ ковра нету, то есть душат, если. То есть могут за ковром душить и не останавливать. А самбо нет такого. Предупреждения не дают, не наказывают их. Принято считать, что турнир такого уровня для профессионалов, для тех, кто занимается борьбой с детства. Но тенденция меняется. Сейчас выйти на ковер может любой новичок, независимо от возраста. Важно понимать и владеть техникой броска. Даже непонимающий борьбу может посмотреть и увидеть. То есть если идет бросок амплитудный и красивый. Говорит, вот, значит, вот этот выиграл. Мы за красивую борьбу. То есть в дзюдо это один бросок. То есть решает все, один бросок. Можно выиграть одним броском. Вышел, сделал, победил. Любовь Краснослободцева, Денис Семисинов, Панорама.